И мы возвращаемся на Северный полюс, где продолжается погружение глубоководных аппаратов МИР-1 и МИР-2. Батискафы уже приближаются ко дну Северного Ледовитого океана. Несколько минут назад мы связались с Дмитрием Кайстро, он находится на борту судна Академик Фёдоров, и у него первые данные о ходе погружения. Уже несколько часов продолжается погружение глубоководных обитаемых аппаратов МИР на дно Северного Ледовитого океана. Сейчас батискафы прошли уже половину расстояния до окончательной точки спуска 4300 метров. Первым под воду шел МИР-1 пилотированный профессором Анатолием Соголевичем на часах 9.30 утра по московскому времени. Следом за ним спустя еще полчаса второй батискаф с пилотом Евгением Черняевым. Примерно на 200 метрах аппараты устанавливают между собой эшелон в 300 метров. И в таком положении они идут до дна Ледовитого океана. Давление на корпус батискафов с каждой минуты увеличивается. Впрочем, они изготовлены не из титана обычного материала большинства глубоководных аппаратов, а из специальной высоко легированной стали, поэтому и выдерживают давление, которое считается критическим даже для самых глубоководных субмарин. Недаром миры способны обследовать до 98% дна мирового океана и подобных аппаратов, кроме миров, построенных еще в 87-м году в Финляндии, на планете только два. На кораблях обеспечены сейчас тревожные ожидания. Это чувствуется в каждом, кто в эти минуты находится на Академике Федорове и Дакуле Россия. В целых, в безопасности эксперимента все другие средства связи, кроме связи с батискафом, отключены. Сеансы радиообмена каждые 15 минут. Из переговоров известно, что погружение проходит штатно, все системы миров работают нормально. Еще один плюс аппарата в том, что не нужно терять драгоценное время даже на незначительную декомпрессию. Внутреннее давление в батискафах стабильное и поэтому абсолютно комфортное для членов экипажов. Однако ближе к одну на аппаратах начнут экономить энергию, на связь выходить уже реже. Единственное, что сейчас вызывает незначительные пока опасения, это состояние полыньи, которую готовили всю ночь. Ее время от времени начинает затягивать льдами, поэтому каждые полчаса сильным холостым ходом винтов Академик Федоров, что называется, разгоняет льды и держит чистую воду. Погружение продолжается. Мы находимся на месте события и следим за его развитием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова